России не удалось навязать участникам саммита БРИКС свою точку зрения относительно агрессии против Украины. Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в социальных сетях. Ведомство проанализировало итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани и обратило внимание, что объединение не имеет единой позиции относительно войны России против Украины. Абсолютное большинство стран поддержало принципы устава ООН. Какие же цели преследовал Путин во время саммита, расскажет Никита Скобликов. Делегации из 36 стран приехали в российскую Казань на саммит БРИКС. В их числе 22 главы государств, таких как Китай, Индия, ЮАР, Египет и Турция, отчитались в Кремле. Цель Путина продемонстрировать, используя саммит БРИКС, что Россия не находится в изоляции, а также ослабить влияние Запада, пишет The Telegraph. Однако из-за разногласий среди участников кремлевский диктатор может не достичь своих целей. В частности, такие лидеры стран-участниц БРИКС, как президент Бразилии и наследный принц Саудовской Аравии, не появились на саммите. В БРИКС есть странные соратники, которые никогда не придут к согласию, в частности Китай и Индия. Египет и Эфиопия тоже вряд ли достигнут согласия, равно как и Саудовская Аравия с Ираном. В отличие от Большой Семерки, промышленно развитых стран, вражда между древними и современными странами, скорее всего, сорвет амбиции Путина. Из публикации издания The Telegraph. Несмотря на то, что Россия принимает саммит БРИКС, объединение, на которое приходится 45% населения и 35% мировой экономики, Вашингтон не видит в этом угрозы для Запада, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Он отметил, что из-за международной изоляции Москва вынуждена предпринимать радикальные шаги для поддержки своей военной экономики. Каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем ассоциироваться и в каком формате. И вы знаете, мы не рассматриваем соглашение БРИКС как угрозу. Джон Кирби, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности, в комментарии «Голосу Америки». Одним из гостей саммита стал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В МИД Украины раскритиковали его за то, что он принял приглашение Путина на саммит БРИКС, но не присутствовал на прошедшем ранее мирном саммите в Швеции, посвященном российской войне против Украины. В свою очередь заместитель Гутерреша Фархан Хак отметил, что поездка генсека ООН является, цитирую, стандартной практикой. Все происходит, в общем-то, в истории по спирали, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Сегодня мы наблюдаем с вами трагифарс и участие в этом, например, председателя ООН, это совершенно никак этого трагифарса не меняет. Все это тоже уже было. Уже было и перетягивание каната между СССР и Америкой, в том числе и в международных всевозможных организациях. Кто победил в этом перетягивании каната, наверное, напоминать мне вам не нужно. В Евросоюзе также отреагировали на визит Антонио Гутерреша на саммит БРИКС. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петерстана убежден, что присутствие в Казани генсека ООН усилит призыв к РФ и Путину полностью прекратить агрессию против Украины и немедленно вывести российских военных с украинской территории. Никита Скобликов для телеканала Freedom. Эту тем более подробно с Ярославом Башко обсудим. Это глава Центра политических исследований и доктрины. Ярослав, здравствуйте. Рада вам за Феррифридом. Здравствуйте. Ярослав, ну давайте вот, так сказать, зайдем с общей информацией. Довольно-таки лично для меня стало частично неожиданным, что все, кто присутствовали на БРИКС, далеко не поддерживают прямо действия Путина касательно военного полномасштабного вторжения в Украину. Почему? Ну, во-первых, потому что БРИКС не нужно рассматривать как некий синоним НАТО, например, восточного какого-то, или как некий синоним, к примеру, Евросоюза. То есть это не политический блок. И мы должны понимать, что общий знаменатель БРИКС – это действительно экономика, да, что это интерес к рынкам, интерес к доступу к китайским товарам по льготным условиям, к индийским товарам и к Индии и Китаю как к рынкам сбыта. К возможности торговать в национальных валютах, что особенно там интересует, я думаю, Турцию в первую очередь. И создание какого-то такого альтернативного, незападного пространства именно для международной торговли. Вот это общий знаменатель. Здесь нет общей политики БРИКС, да, здесь тем более нет общих подходов к геополитике и безопасности. И они даже в широком смысле невозможны, потому что Китай и Индия между собой в этом плане как раз очень сильно противоречат. Индия становится все больше и более и более четко союзникам Соединенных Штатов. Китай все более упрочняется в позиции их оппонентов. Кроме всего прочего, несколько государств со статусом US Major, но НАТО и ЛАЙ, да, главные союзники США вне НАТО. Они подали заявки в БРИКС, это в том числе и Египет, это в том числе и ЮА. И это делает, скажем так, возможность четко политически определить БРИКС, как вот то вот геополитическое образование, которым Путин хочет пугать отчасти Запад, хочет пугать США, хочет пугать Украину. Это не совсем правильно, да, это соответствует отчасти именно российскому видению, что нужно делать с БРИКС. Но это идет вразрез с региональными интересами стран, которые туда зашли вот сугубо по экономическому треку. Ну вот как раз что интересно получается, вот вы говорите, что это сугубо экономическое объединение, вот это что-то вроде как вместо G7 или G20. Ну да, это не политическое, возможно, и объединение настолько важно, как это хочет представить Российская Федерация. Но тем не менее в Европейской комиссии, прокомментировав ситуацию с генсеком ООН Антонием Гутеррешем, там верят, что, ну вот его участие, да, там верят, что Гутерреш усилит призывы к России прекратить агрессию и вывести войска из Украины. Ну, по крайней мере, об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петерстана. Вот, как вы относитесь к тому, что делал, да, на самом деле Антонио Гутерреш, почему он согласился на этот визит в Генсек ООН, экономический блок, и Еврокомиссия даже поддерживает? Ну, в какой-то мере нужно, опять же, подчеркнуть ту историю, что мы воспринимаем БРИКС очень сильно через призму России, да, весь мир воспринимает БРИКС через призму Китая. И это как раз гораздо более логично, потому что в каком-то смысле система, образующая элемент там именно Китай в данной ситуации, да, и появление там Гутерреша, это в большей мере история про самого Гутерреша. То есть это попытка со стороны ООН показать, что вот они такой вот уникальный орган, который рады видеть и на Западе, и на Востоке, да, что вот они могут и с США общаться, они могут общаться и с различными вот этими государствами глобального юга, и с Евросоюзом, и с БРИКС, да. Это попытка, опять же, подчеркнуть вот эту историю про уникальность позиционирования ООН, потому что ООН все-таки находится последние несколько десятилетий под сильным давлением в отношении вопроса вообще, зачем оно необходимо, кому оно нужно, да, зачем вообще должна существовать такая организация. И ООН никогда не делали какую-то ставку там, да, на глобальное продвижение демократии и противодействие автократическим режимам, да, скорее наоборот, сам вот дизайн, концепт этой организации, он подразумевает обратное, то, что ООН будет существовать во фрейме как такого вот переговорного инструмента, там, где может и Запад, и Восток, да, находиться одновременно. Мы же прекрасно помним, что при создании ООН Советский Союз был включен в, по сути, Совет Безопасности, и это было как раз-таки уже тогда во многом определяющим. То есть было понятно, что эта организация задумывается для того, чтобы вот сохранить какую-то иллюзию вот этой вселенской, чтобы там вот были противоположные стороны, да, и из-за этого они не собираются солидаризироваться с какими-либо призывами, опять же, со стороны Запада конкретно, да, потому что с Западом у них и так все будет нормально, но вот этой вот уникальной истории, где все разрывают отношения с Западом, а они нет, они могут ее проспекулировать, опять же, как доказательством своей уникальности. Ярослав, еще поясните, пожалуйста, кстати, вот в Европейском Союзе также говорили о том, что вообще-то мне рассматривают БРИКС как потенциального либо врага, либо партнера, но все же я правильно понимаю, что БРИКС, в свою очередь, это больше о деньгах, больше о каких-то совместных бизнес-проектах, якобы создавая видимость того, что европейские санкции вообще никак не влияют на развитие Российской Федерации в целом? Ну, для России, конечно, это необходимо, да, то есть для России БРИКС – это единственная необходимая лазейка из возможных, в то время как, в принципе, Индия и даже Китай имеют огромное количество альтернатив, да, то есть для Индии, например, и для Китая не стоит такая стратегическая проблема, с кем торговать, кому продавать, у кого покупать. Эта проблема из стран БРИКС серьезно присутствует только у России, и поэтому, когда Россия хочет как-то усиливать политическую составляющую БРИКС, сделать ее более радикально антизападной, не все страны БРИКС это готовы принимать, да, здесь вот можно проиллюстрировать это недавним обсуждением в БРИКС по поводу возможности введения какой-то альтернативной свифту, соответственно, не американо-центричной, не долларовой, глобальной платежной системы, да, которая использовала бы в странах БРИКС. Что произошло? Произошло то, что страны БРИКС попросту не договорились, да, но многие новые члены БРИКС, они в нормальных отношениях с США, несмотря на то, что они хотели бы покупать и продавать что-то с Китаем и с другими странами глобального юга по особым условиям, да, но они просто это не поддержали. Голосование, по сути, обсуждение этого вопроса, оно провалилось, потому что не все хотят идти на ту степень конфликта с Западом, которую Россия считает для себя необходимым политическим шагом. Вы также оценили ход саммита в Казани в этот раз, и вот наши разведчики отметили, что против трансформации БРИКС, так сказать, в антиамериканскую коалицию выступили как раз Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и ЮАР. Так вот, хотелось бы понять, ведь не в первый раз, вот вы вспомнили о Свифте, а я еще хотела также и до того вспомнить, как Российская Федерация, собственно, да, и Путин предлагал общую валюту, что-то вроде как евро, да, что бы было между этими странами, но тоже не сошлись, как говорится, на одной валюте. Это говорит о том, что, потому что в этом объединении, скажем так, экономическом Китай и Индия, это игроки, которые, в принципе, тут даже неинтересно ваше мнение, что их объединяет в этой системе, скажем так, координат на одной площадке. Но, тем не менее, это потому, что страны хотели кто-то больше свою валюту представить или потому, что, в принципе, им неинтересна общая, вообще, система взаимосвязи в контексте БРИКС? Ну, мы должны понимать, что переход на общую валюту – это определенная утрата суверенитета. Да, что, кстати, вот и было когда-то причиной подъема волны евроскептических настроений в Европе, это именно то, что переход на евро – это была частичная утрата суверенитета, потому что тот, кто контролирует эмиссию, соответственно, имеет решающее значение. Здесь, например, позиции индийской промышленности могут быть проигнорированы, например, в пользу китайского экономического какого-то вопроса. Поэтому страны не готовы на такое так просто идти. Общая валюта – это очень-очень сложная история, тем более для таких разнородных стран, которые, ну, время от времени между ними вспыхивают и политические конфликты, и иногда даже пограничные столкновения, как в случае с Китаем и Индией. Опять же, возможно, в БРИКС появится Пакистан, друг Китая, не друг Индии. История, скажем так, сейчас мы подходим к ситуации, где все меньше общих позиций в БРИКСе, да, и их количество. Еще уменьшилось из-за расширения. То есть расширение, оно же не делает внутреннюю повестку более гомогенной. Оно делает наоборот. Оно создает более разнообразие позиций. Потому что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, даже Индия, ЮАР, Египет и даже Бразилия. Даже при довольно-таки лояльном Китаю-президенте все они вынуждены считаться с позиции США в обязательном порядке, потому что это либо глобальный торговый, либо глобальный партнер по безопасности этих стран. Поэтому не все так просто в навязывании какой-то позиции. В то же время отношения между Россией и Китаем строятся на равноправной системе, основе, да, с учетом интересов друг друга. По крайней мере, об этом на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил Путин. Таким образом, он ответил на вопрос о том, не чувствует ли себя Москва младшим партнером Пекина. По мнению российского диктатора, российско-китайское сотрудничество на международной арене является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. И в то же время следует отметить, что за первые 9 месяцев этого года количество компаний с китайскими совладельцами в России увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Это вывело Китай, собственно говоря, на первое место среди иностранных участников российского рынка. Так вот, как вы оцениваете, это, естественно, отговорки в свою пользу пытаются сказать Путина. Путина и на самом деле все наоборот. И где-то-то все-таки китайский старший брат есть. И, по-вашему мнению, почему Казахстан все-таки не хочет присоединяться к БРИКС? И вот как с предыдущим гостем мы общались, он как раз говорил о том, что неинтересно, скажем так, он еще Казахстан не понимает, что делать на этой площадке, зачем это ему нужно. У него нет проблем с рынками сбыта и так далее, и торговли, собственно говоря, с Китаем. А вот если бы Китай пригласил, вот тут интересно ваше мнение, если бы не Россия приглашала, а Китай, то согласился бы Казахстан. Вот таких два аспекта. Ну, я, опять же, думаю, что у Казахстана с Китаем все на самом деле очень хорошо. И тут история о том, что, возможно, им как раз Казахстан нужен как вот этот внешний партнер, да, как часть внешней инфраструктуры какой-то. Тем более, Казахстан, он очень сильно геополитически ориентирован на вот эту идею, что он в сердце Евразии. То есть он на пересечении глобальных торговых путей, которые будут потенциально, по мнению Китая, идти в Европу через Среднюю Азию, да, не через Россию, через Среднюю Азию, подчеркнем этот, ну, Центральную Азию, как сейчас принято говорить на Западе. И в этом смысле, я думаю, что Казахстан хочет пользоваться вот этой уникальностью, не желая сливаться ни с кем из блоков, да, в какой-то мере, возможно, Казахстан ориентируется на те планы, которые Украина себе выстраивала в 90-х, в конце, до начала большой конфронтации с Россией и вынужденного реально ускорения европейской, евроатлантической интеграции. Кроме всего прочего, ну да, действительно, мы можем сказать, что, да, Китай и Россия, конечно же, равноправны, но это же партнеры с разными возможностями, да. Россия просто не подает виду, что Китай в какой-то мере местами их очень сильно давит и заходит на очень льготных условиях внутрь российского рынка, да. Это история про особую торговую зону Китая в порту Владивостока, это история про заход огромного количества китайских производителей, начиная от автопрома, заканчивая даже там продажей там стали, да, проката стали на внутрироссийском рынке. То есть то, что Россия частично раньше сама обеспечивала с помощью западных инвестиций и технологий, сейчас может обеспечить только Китай, заходит он на, опять же, очень льготных для себя условиях, на доминирующих. И в этой ситуации, ну да, у них равноправие, но это настолько история не о несоразмерности масштабов, что Россия даже не пытается защищать свои национальные экономические интересы перед Китаем. Она понимает, что, ну, вот, сливаться – это единственный вариант, да, что вот заходит Китай хорошо на любых условиях, все, ни более, ни менее. То есть Россия даже не обороняет свой национальный экономический интерес в данном случае. В более ранних этапах, да, Россия могла себе позволить вот эту диверсификацию между Западом и Китаем. А давайте вы, дорогие добывающие компании или какие-нибудь поставщики, поконкурируйте за наш российский интерес, за наши российские места добычи, за наши российские, собственно говоря, ресурсы. А сейчас Китай может ни с кем не конкурировать и имеет, по сути, монопольное влияние. Но Россия не собирается делать вид, что ей это не нравится. То есть Россия вынуждена пасует перед Китаем, вынуждена становиться в позу младшего партнера, но понятно, что вербально это никогда не будет озвучено, да, и между Си Цзиньпинем и Путиным все внешне будет выглядеть как дружба. Ярослав, и все сходится к тому, что и говорил сам лично Путин – нравится, не нравится, да, терпимая красавица. Собственно, эта поговорка вернулась и к Путину лично, если так коротко подытожить Брикс. Огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Ярослав Башко, глава Центра политических исследований Доктрина, с нами был на прямой связи.